Что первично? Курица или яйцо? Философский вопрос. Этот вопрос будоражит умы ученых, философов с древних времен. Но умы интернета будоражат вопросы. Кто круче? Боксер, борец, борец ММА или еще кто-то, или другой, или третий, или пятый, десятый. Кто сильнее? Слон или крокодил? Мастер по рукопашному бою или мастер по ножевому бою? А может быть снайпер? Эти вопросы начались... Каждый кулик хвалит свое болото. Но, как правило, этот интерес обывательский. В среде профессионалов такой вопрос не поднимается. Отличие представляемой системы от других, то, что в этой системе нет ограничений. Как в различных видах спорта. Ограничения по возрасту, ограничения по весу. Временные рамки ограничений. Ограничения в периметре ринга, площадки и ряд других и других условий. Сильнее будет тот, кто навязал свои правила. Если ударник, значит ударник победит. Если борец, значит борец. С боксером не боксируй. С борцом не борись. Но с военным не входи в бой столкновения. Ну и также есть еще и полиция, и органы правопорядка. Не нужно забывать про то, что вас просто могут посадить в тюрьму. А какими способами? Любыми. Отличие системы от других систем, это система развития интеллекта и развития мышления. Не все понимают, думают, что в спецназе, как в спецназе ВДВ, и то это не все. Бьют кирпичи от головы и бутылки. Но голова-то она для другого предназначена. Для того, чтобы думать, анализировать. Руки, они как у хирурга, они должны выполнять все тонкие функции. Тонкую идеомоторику различных движений. И вот получить, и вот прийти к связи искусства, воинского искусства и науки, аналитического мышления и методов интуиции, это задача нелегкая. Во все времена выясняли отношения различной спецструктуры. И сознательно это делалось, стравливалось всегда. Когда были непростые отношения между КГБ и ГРУ, в дальнейшем ФСБ. Что лучше? КГБ или ГРУ, а может быть ЦРУ? Слон или крокодил? Это извечный вопрос. Но не все знают, что есть в той же разведке, есть аналитики, есть интеллектуалы. А есть так называемое мясо, пехота. И в этом мире вопрос решают мозги. На первом месте стоят мозги. Затем идут уже квалификации рабочих и рабов. Приведу такой интересный пример. Мой старший товарищ, сосед, ветеран нашей организации. В прошлом сотрудник службы внешней разведки, полковник в отставке. Наш резидент был в Германии, во Вьетнаме. И была командировка в Китай. Так вот, азиатская страна, в нее очень тяжело внедрить своих агентов и получить информацию. Всегда есть, так как мы совершенно и не похожи на них, и жесткая клановая система. И вот одновременно решали задачи, как спецслужбы КГБ и спецслужбы главного разведывательного управления. Но с одной стороны были интеллектуалы, а с другой это были просто разведчики. Так вот, аналитики из КГБ, они просчитали, что информацию можно получать через почтовые ящики. Каждый вечер и рано утром вынимались письма, снимались копии, просчитывались, анализировались и получали информацию. В очередной раз пришли и осмотрят, что ящика нету. Это спецназ ГРУ просто снял ящик и привезли эти письма своим командирам. Но вся цепочка оборвалась и эти письма стали не нужны. Так вот, на первом месте должны быть мозги. И элита есть и в спецподразделениях ФСБ, и ГРУ, и МВД, и других структур. Люди, которые нестандартно мыслят, у которых гибкое аналитическое мышление. И такие люди ценились всегда и везде. Начиная от политиков, бизнесменов, ученых и заканчивая военачальниками. Будьте нестандартны, гибки и воспринимайте жизнь во всем многообразии, которое есть. Двигайтесь не по прямой, расширяйте свой кругозор, ищите искусство в науке и науку в искусстве. Занимайтесь комплексно методами оздоровления, саморазвития и боевых искусств. Удачи!